Светлана Сергеевна Морозова и Наталья Юрьевна Канаева. Это педагог по вокалу. Ее, извиняюсь, сегодня с вами нет. Дело все в том, что, конечно, сначала у нас была обычная вокальная студия. Мы стали работать в жанре эстрадного вокала. Мы просто-напросто работали с детьми, ездили на конкурсы и выступали на каких-то там местных концертах при Центре культуры. Как это обычно бывает. Естественно, любое дело требует развития. Не бывает, понимаете, если что-то стоит на месте, не мне вам говорить, либо это просто все нет движения, нет энергии, нет ничего. То есть приходит в упадок. Ну, нам стало скучно. Конкурсы, конкурсы, конкурсы. Ну, конкурсы, уже много там каких-то наград, уже много каких-то дипломов. Хотелось чего-то нового. Естественно, ездили в Москву, брали какой-то опыт, на кого-то смотрели. Я не считаю, что это плохо, учиться надо всегда. Да, и решили попробовать поменять название. Тем более, в то время у нас уже Алина начала писать песни. У нас были свои песни. Мы так все обдумали, сели с Натальей Юрьевной, с девчонками. И подумали, а почему бы нам в студию фантазия вокальную не переименовать в детскую музыкальную студию, в театр песни планета фантазеров. Ведь это здорово, это для детей, это музыкальные спектакли. Это больше, это границы расширяются. Это что-то новое. И мы вот попробовали. И у нас получилось. Планета фантазеров, как планета фантазеров, она еще совсем молодая. Такое дети еще 4 года. Но все равно у вас, похоже, скоро юбилей, да? Либо 5, либо 10 лет. Либо, да, и тут и там двойной причем юбилей. Я надеюсь, будет готовиться что-то, что-то прям на День Рождения. Слушайте, теперь все. В любом случае. Хорошо, а насколько это, вот, по прошествии уже лет, по смене поколений детей. Почему это до сих пор звучит? Почему это до сих пор интересно? Ведь, ну, бывает такое, да, вот что-то зажглось, и оно погорело там год, два, три. Как-то уже человек ползко проется. Опять же, я думаю, потому что развитие какое-то идет. То есть начинали с малого, идем к большему. Может, сейчас то, что мы имеем, это еще не предел. Мы дальше к чему-то стремимся. Нас ожидает галактика фантазеров. А почему нет? Почему бы нет? Как вариант. Нужно всегда ставить цели, их не иметь те. Я думаю, что тогда что-то... А интересно это потому, что, ну, я думаю, что наши планеты фантазеров, фантазерами, детьми, могут стать и взрослыми. Взрослый на работе он кто? Он скучный. Он вялый. Он, о, Алиса, все правильно говоришь, еще он какой? Вот какой он взрослый? Сердитый, да? Сердитый, веселый, грустный, задумчивый. О, а он на фантазерах что может взрослый? Сердиться, ругаться. Так, так, давай говори, говори. Сердитый, веселиться, веселиться. То есть все может, да? Все может. На работе ты иногда и не поругаешься, начальника не покричишь. А на фантазерах пришел, можно и покричать. На детей. На детей. Вот почему у них на детей? Можно покричать, когда они не слушаются. А самое главное, что мама и папа могут с нами еще и повыступать. Правда? То есть когда это семья, когда это семейное дело, когда это общий интерес, конечно, это живет долго. Естественно, кто-то уходит, кто-то приходит не без этого. У нас Милена вообще ушла из планеты фантазеров почему-то. Нет, Милена на самом деле не ушла, это неправильная информация, она временно выбыла. Просто сейчас такая ситуация, Миленка к нам скоро вернется. А есть фантазеры, которые приходили к вам уже взрослыми людьми, да? Да. А сейчас, например, они приходят с ребенком. Есть. Тоже маленьким фантазерчиком. Есть такие? Скорее так. У нас есть такие семьи, которые к нам, ну, не как это, с которыми мы просто дружили. Привлекли их на один какой-то наш концерт, ну, допустим, папу или маму выступать. После этого они привели своего ребенка. Теперь уже там появился второй малыш, растет во многих семьях. И мы ждем, что вот пополнение. Мы все время говорим, что оп, у нас ожидается пополнение. То есть как только ребенок подрастет второй, мы его ждем в нашу семью. Это уже родился один фантазер. Для нас это всегда событие рождения нового маленького фантазера. А вот так, чтобы нет, самые старенькие, это у нас вот Аня. Аня с Алиной. Пока еще вот. Ну, если только дядю Сережу Морозову посчитать. Который, да? Почему нет? Почему нет? Как вариант. Который потом привел. Сначала сам пришел, а потом привел своего ребенка. Ну, это мой муж. То есть у вас уже семейная фантазия. Да, ну, это да. Так это и здорово. Ведь что-то объединяет семью. Должно же что-то ее объединять. Дядя Сережа в полиции работает. Ого! И отсюда тоже ребят привлекает, да? Вот как отсюда неплохо привлекать. С зрителями, к сожалению. С зрителями. С зрителями. Мы бы хотели, наоборот, притягивать к какой-то культуре, к чему-то хорошему. Именно людей, которые работают в полиции. Потому что дети, это же круто. Алис, я, конечно, понимаю, что мы фантазеры. Но сегодня нужно вести себя прилично. Давайте будем это делать, да? Сережа тоже выступал Антошкой. Да, Сережа тоже выступал Антошкой. И Сережка, и Антошка, и кем он только уже у нас не выступал. Я все-таки закончу свою мысль, что с детьми нужно соприкасаться. Ты становишься добрее. Ты возвращаешься какими-то ощущениями в детство. Ты вот что-то такое наивное в себе все время держишь. Это неплохо, на самом деле. Это хорошо. А полиция, это все-таки такой, ну, это жесткость, это собранность. И, наверное, им не хватает вот детей. И еще с пистолетами полиции. О, да. А мы только с песними. На концерт с пистолетами. Ох, жесть. Сколько сейчас у вас есть направлений и сколько педагогов введут? И планируется ли еще больше направлений в педагогах? В данный момент у нас три педагога по вокалу. Три, Вич. Да. Три педагога по вокалу. Педагог по актерскому мастерству Светлана Сергеевна. И у нас есть направление хореографии. Есть хореограф Татьяна Игоревна Развала. Получается три направления. Вокал, актерское мастерство и хореография. Естественно, мы все это совмещаем в один спектакль, в один номер. Ну, поэтому, если точнее говорить, это не направление. То есть направление у нас одно. Это сразу вокал, да. А это все актерское мастерство и хореография. Это направлено на формирование артиста в целом. То есть артист должен уметь все. Он не просто стоять и петь, правда? Ну, сейчас много детей, которые поют. И людей, которые обладают такими голосами и всякими техниками. Но все же, я думаю, это нечто большее. Это должен быть какой-то симбиоз от всего. Понимаете? И то, и то, и то, и то, и это. Поэтому все актерское мастерство направлено на то, опять же, на основную деятельность, на вокал. А движение, если артисту нет, как хорошо двигаться. И тем более, когда мы ставим спектакль, это, конечно, тоже хорошо. Так, все. Как двигаемся, мы ты покажешь чуть позже. Учителя по вокалу, они распределяются только по жанрам, может быть? Скорее, по возрасту. По возрасту. И по уровню подготовки. Учить. То есть, малышей ведет один педагог, средняя группа другой, и старший педагог. Ну, примерно так. Да, у нас просто индивидуально есть ребята, индивидуальники, которые занимаются Татьяной Сергеевной Сагиной. Малыши хорошие, девочки, мы их так назвали, потому что они у нас действительно очень хорошие. То, что они шалят, это свойственно ребенку. Я в этом ничего плохого не вижу. Но когда совсем зашаливаете, там уже как... Анжелика Валерьевна Орлова, да? Да. А ансамбль у нас ведет кто? Наталья Юрьевна. Вот, Наталья Юрьевна. Здесь уже Наталья Юрьевна командовать. Да? Всем. Всем. Даже моей песней. А какие бы еще хотелось моменты, вот, приобрести себе? Может, там же, не знаю, ораторское искусство изучить и поставить уже, как бы, ораторов. Еще там может быть что-нибудь. Ну, пожалуй, ораторское искусство, это можно присоединить, так скажем, к актерскому мастерству. Потому что на уроках актерского мастерства дети не просто учатся там быть на сцене, учатся играть какую-то роль. Нет. Там идет и дикция, и внимание, и память. То есть там развивается ребенок в целом. Ну, если как направление, конечно бы хотелось бы много еще. Что у нас когда-то была задумка, например, открытие модельного для детей. Именно театр моделей. Не то, что модельную школу, как это в чистом виде, а вот именно тоже театр. Не то, что ближе к нам. Но, к сожалению, все это, опять же, финансовые какие-то сложности. Это аренда, это еще что-то. И поэтому не всегда сейчас в наше время можно реализовать, без поддержки, например, самостоятельно, то, чего бы ты хотел. Поэтому, конечно, задумок-то много. Голова-то она большая, и хотелось бы. Но пока то, что есть... Какая есть голова. Какая есть голова. Умная и заблудчивая. Хорошо. Девчата, я вас немножко займу. Расскажите мне про конкурсы. В каких участвовали? Только прилично рассказывайте, ладно? Ой! Нет, я имею в виду, дети, они же так, они иногда слова не подбирают, что думают, то и говорят. Поэтому давайте мы красивыми словами расскажем про конкурсы. Ну, расскажите, вы уже участвовали в конкурсах, в каких-то больших концертах. Расскажите. Конкурс это такое, где только сидят жюри и ставят оценки, можно так сказать, вот, баллы. И баллы тоже. Но вот для вас это было интересно, волнительно или что вы там? Для меня чуть-чуть это было волнительно. Но когда я ушла на сцену, для меня ничего было не волнительно, потому что я ничего не боялась потом, и было все хорошо. А с чем выходила на сцену? С микрофона. Класс, хорошо. А песни-то какие у вас были? У нас был Дед Мороз, песенка была Дед Мороз, Ква-ква, Курица, Курица, На лугу стоят ромашки, Концерт, Считалочка, Дянина Капитошка и моя еще раз Считалочка. И выехал за другой просто вот... Еще у нас была давнейшая песня, у меня жираф была, а у нее пра-ангел был. Да-да. Не страшно? Угу. Точно? Ну вообще ничего не страшно. А еще у нас есть песня «Вегемотик». Да. А как-то может вы еще двигаетесь определенным образом под эти песни, да? Мы же танцуем, поем, все делаем мы. Отлично. А сколько конкурсов уже на вашем счету? На моем счету один. Один. Один? Один. Точно один. Два. Два один. Так и у Алисы они вместе дуют, или два. И вот осенью будет третью уже, мы поедем в Ярославль. Я понимаю, что трудно высидеть, но тем не менее, мы стараемся. Алис, какой конкурс самый сложный? Первый или второй? То и то. Почему? Потому что все сложные конкурсы, потому что на них сидят жюри. И они выдают баллы и оценки. И еще могут дать... Могут ничего не дать. Могут ничего не дать? Могут и дать. И вот это всегда, наверное, сидит в каждом ребенке, что могут ничего не дать. Поэтому это все-таки стрессовая ситуация, стрессоустойчивость вырабатывается. И поэтому им страшно. Видите, они обе говорят о том, что это все-таки в любом случае страшно. Потому что там сидит жюри. Там сидит жюри. Хотя мы их не на это не настраиваем. То есть мы сами. И еще там выдают вот такие вот дипломы. У нас один в студии есть. А в садик привносили, вхвастались дипломами? Нет. Никогда. А почему? Не знаю. Мы как-то не привыкли хвастаться, да? А у нас в садике давали дипломы. У нас тоже. А, то есть вас в садике награждали, да? Да. Ну, всей группой торжествовали. А кого-то без группы награждали. Мою маму награждали. Ого! Она была рада? Наверное, я не знаю. Денька была, наверное, рада всего скорее. На самом деле маленькие дети очень разные. Вот, например, когда Диана к нам пришла заниматься, если она на занятиях вокала, где много детей пела, то на моих уроках она вообще молчала. Да, Диан, помнишь? У нее был такой штопор. Поэтому то, что она выходит уже сейчас на большие площадки, выступает, и тем более на конкурсах, потому что на концерте всегда проще. Для нее это большая победа огромная. Она вот так все время. Я говорю, да Диана. И все, и Диана, и хоп! То есть, наконец, у нас Диана раскрылась. Ну, Алиска всегда у нас любила поболтать, да? Да. Да. Прямо как Алиса в стране чудес. Да. И есть такой еще мультик. Алиса в стране чудес. Чудес. Отлично. А кто я послужил в списке? Сколько? Даже, наверное, не сосчитать. Самый сложный какой был? Самый сложный? Пожалуй, золотой голос. О! Да. Пожалуй, да. То есть, ну, не самый первый, да? Не самый первый, но морально, пожалуй, тяжелый. А за счет чего тяжести? Людей много. Уехал куда-то. Людей много. Жюри серьезные такие люди. То есть, уже одно слово об этом, одно упоминание о том, сколько участников или о том, кто в жюри сидит, как-то напрягало. Ну, это психологически. Просто Аня тогда первый раз поехала в Москву на такой большой, серьезный конкурс. Вот. А на самом деле, у нашей студии не только конкурсами занимаются, потому что, ну, у нас некая цикличность. Устали мы от конкурсов. Мы делаем какие-то проекты. Тоже, которые и сложные, и интересные, и все такое прочее. Поэтому, ну, копилка большая, на самом деле, уже вот каких-то вот заслуг, наград и всего-всего разного интересного. К Новому году мы готовим спектакль. Ух, сразу так секрет начала. Да. Нормально, ладно. И спектакль называется «Снежная королева». Она по мультику будет? Или сами? Сами придут. Сами, наверное, придут. У нас есть сценарист Светлана Сергеевна Морозова. Нет, это будет на новый лад «Снежная королева». Что-то мы изменили там. Что? Что-то мы изменили. Да, да, да. И самое интересное то, что в этом спектакле будут участвовать как раз-таки просто малыши, хорошие деточки. Это сложнее намного, но вот мы решили рискнуть. Посмотреть, как у нас маленькие справляются с такими сложными без помощи взрослых. Вообще не плохо. Нет, ну взрослые будут, конечно, «Снежная королева» или там «Атаманша», то, что предполагают взрослые. Ну, «Атаманша» будет Алина, а я ее дочкой буду. Подходит, согласна. Как вообще распределяются роли? Ну, вот кроме поведения ребенка, да, какого-то характера, есть иногда желание выцепить вот что-то, какую-то черточку у ребенка? Раскрыть, да, вы имеете в виду, конечно, конечно. Для этого все и есть. Я вот, например, думаю, что ну и пусть, может, где-то не получится. Возможно, вот есть же концерты, где мы выставляем детей маленьких и даем им что-то. Но я все время за ними наблюдаю, как они себя ведут, как они… ну пусть не получится что-то, ну и что, но это его. И потихонечку, потихонечку, потихонечку. Потому что если всегда думать, ой, он еще не готов, ой, он еще не готов, тогда никогда, понимаете, он никогда не будет готов. Нужно это развивать. Поэтому, само собой, уже смотришь, что можно попробовать, а давайте попробуем. И мы пробуем, несмотря на то, получится это или не получится. Всегда же, у тебя замечательная туфля, Алис, всегда на самом деле есть, понимаете, Кострома-город маленький, все друг с другом… Ну да, большой, Алис, согласна. Кострома-город большой, вот, и студий очень много, да, да. И все же как-то бывают, что ходят друг к другу на концерты, да, и есть оценившие осуждения, так или иначе кто-то там… У каждого субъективное, объективное мнение по поводу чего-то. И когда ты выставляешь маленьких детишек, Алис, я сейчас тебя поцелую в щеку накрашенную купами. Вот, у меня всегда такое наказание. Значит, всегда страшно, потому что обычно выставляют на какие-то серьезные спектакли или концерты детей уже подготовленных взрослых, на кого можно положиться, кто тебя уже не подведет. А малыши никогда не знаешь, или новенькие, да, ребята, никогда не знаешь, как поведут себя на сцене. Но несмотря ни на что это нужно делать, иначе, а зачем нужно? Для того родители привели нам детей, чтобы мы, несмотря ни на что, методом проб и ошибок, раскрывали в них то, что, собственно, их потенциал, то, что у них есть, то, что у них скрыто. Нужно это все открыть. Как отбираются ребята в труппе непосредственно? Есть ли какой-то норматив, что ребенок должен уметь то-то, обладать таким-то? Или берете всех ребят, а там уж кто как себя проявит? Нет, там уж понятно, что кто как себя проявит, это в любом случае. Но, конечно, Наталья Юрьевна, вот, например, она смотрит, она поет с детьми, есть ли слух. Конечно, понимаете, у кого-то от природы есть и слух, и голос уже сильный, а кому-то надо это ставить, кому-то это надо развивать. Кто-то, ну, ты понимаешь, ну, вообще никак, ну, нет, ну, таких детей, как правило, очень мало. Я говорю, почему у нас даже взрослые родители поют, потому что, вот, например, я могу сказать про себя, да, я не скажу, что я певец. Если бы я в детстве занималась, ну, я бы это развела слуху, то есть у меня есть, понимаете, такой момент, все равно ты смотришь, вот ты понимаешь, что так, у этого ребенка на данный момент одна подготовка, вот изначально, да, уже полном данная, у второго другое, у третьего третьего. И, знаете, и неизвестно у кого, какие будут результаты, потому что есть еще такое слово «великая лень». Иногда результаты в творчестве добиваются как раз-таки, может быть, как это принято считать, менее способные от природы, да, Богом дано что-то меньше каких-то способностей, но упорные и настойчивые и трудолюбивые. А вот как раз талантливые, кому боженька-то далась, и то, вроде и здесь, и здесь, они начинают лениться, и, ну, это бывает такое очень часто. Поэтому, конечно, отбор детей есть. Что касается актерского мастерства, вот, с моей точки зрения, если ребенок зажат, вот так я в любом случае обязана его взять. Да. Поля, для работы. Нет, нет, ну, конечно, удобнее, когда, знаете, пришел и сразу, эх, с такими детьми работать легче, само собой. А вот попробуйте в них это все выцарапать из них, это все достать, чтобы это потом можно было сказать. Иногда это бывает вот так, ну, конечно, прорвало. Да, да, да. И вот маленькими шагами, 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 они все равно формируются в интересных личностей. Самая-то главная цель, вот, я считаю, нашей студии, задача, это то, чтобы дети, которые, неважно, остались у нас в студии, или были какое-то время, они стали целостными личностями. То есть они никогда уже не пошли, извините, может, некрасиво выражусь, но выражусь уже по-любому сейчас. Стоять, например, в каком-то магазине с банкой пива. Понимаете, это были люди, у которых есть цель в жизни, совершенно другие интересы, совершенно другое мировоззрение. Они цельные, они интересные. Вот это самое главное, я считаю. А все остальное, там, понимаете, вот эти артисты, звезды, звездность, это все настолько ерунда, если культурно говорить. Нет, не можно. А у вас три группы, да, возрастут, насколько я понимаю? Да. Вот со скольки лет в каждой группе можно оказаться? С 11 можно, да. Ну-ка, и где это с 11 у нас можно оказаться? Нет, Алиса, наверное, имеет в виду то, что к нам приходят дети любого возраста. Вот. Естественно, у нас есть основной состав, и там разные дети. Вот тут как раз у кого какие-то способности. Бывает, ребенок пришел, у него вот, вот Богом, да, она немножко с ним поработал, да, и уже он все у нас, он чувствует, у него правильное дыхание, у него все. Ну, конечно, мы его в основной состав. Что ж его мурыжить-то долго там где-то, что-то. Вот, здесь уже как раз идет вот о том, ну, на умениях и навыках все, на знаниях, умениях и навыках быстро построено. Хорошие деточки у нас подразделяются на две группы. Те, те ребятки, которые только что пришли, конечно, 3-4-5 лет, они в поменьше группе. Бывает, пришел ребенок 4 даже годика, а смотришь, он такой вот, ну, вот такой, что же, конечно, мы его уже в старшую, хороших деточек переводим. То есть тут все по умениям, навыкам, а возраст, он вот, примерно так, средняя группа, конечно, и возраст, да, хорошие деточки, это у нас 3-6 лет, дальше уже средняя группа 7-8-9, там, 10, и основной состав идут ребята, те, кто уже, как говорится, на кого мы можем положиться. Кому, если нам позвонили и сказали, завтра нужно на концерт, мы сказали, так, дома песню повторить, завтра у нас концерт, все. То есть уже вот так, на кого мы можем положиться. Как нам, Зианы, говорят, повторять песню дома, а мы не повторяем почему-то, Зианы. Вот, действительно, почему-то. Пока еще нельзя на вас положиться. Пока еще, видимо, нельзя на вас положиться. Да. Да. Мы сделаем, я теперь сделаю вывод, это откровение. Это откровение. Расскажите мне про музыкальный спектакль. Какие были, какие планируются и сколько в них участвуют ребят. Девчонки, в каких вы участвовали? Ну, они у нас, наверное, начали участвовать в первых спектаклях. В парке детского периода. В парке детского периода, да. Первый такой большой-большой масштабный спектакль, ну, такой музыкальный. И то в одной части, одним отделением у нас он там приближен к спектаклю, скажем бы. Не скажу, что это был вот прямо так, спектакль, потому что там был творческий вечер. Евгения Павловича Крылатова приезжал к нам в Кострому. И мы вот делали не только наша студия, мы были организаторами. Мы, конечно, у него обширное творчество и хоровое, и взрослая песня. Мы привлекали другие коллективы. Я и до сих пор им безумно благодарна, потому что, когда есть вот друзья какие-то хорошие, которые вот тоже, да, за любовь кипиш, кроме голодовки, и поучаствовать в чем-то таком хорошем. Вот, первая, это вот такая наша проба, это была вот все-таки на авторском вечере Евгения Павловича Крылатова. Но всегда у меня была такая вот мысль и желание сделать концерт «Взрослые дети». То есть спектакль, где участвуют и дети, и взрослые. Потому что проблема детей и родителей, она всегда, к сожалению, существует. Иногда у нас родители не понимают детей, а дети не понимают родителей. Но страшнее-то, когда, наоборот, родители детей не понимают. Дети-то понятно, они еще не доросли, чтобы что-то понимать. Один год у нас это не получилось за те, потому что мы уехали на детское Евровидение. На следующий год мы все-таки вот прям поставили перед собой цель, и мы этот спектакль сделали. Участвовало, конечно, в нем очень много людей. Ну, в Крылатове, понятно, там в полка страны участвуют. Там были кипсы коллективы, и детский дебют вокальный студент. Ну, много. Там вообще все. Ну, самый лучший коллектив нашего города, я так скажу. И музыкальная школа. Это было круто, это было просто очень масштабно. И когда такой человек, знаете, там зал вставал, слезы текли, вот было круто, какие там деньги. Когда я смотрела видео финальной песни, и стоят руководители на сцене вот этих детских музыкальных школ, такие счастливые, поют Крылатая Качель. Ну, блин, вот оно, наверное, вот ради этого оно и стоило того. До сих пор пересматривать, пересматриваем с таким чувством. А парк детского периода, вот он был как раз основой того, что родители попадали, ну, собственно, вот в этот парк. Парк, когда, ну, как Мэри Поппинс, знаете, вот в конце фильма, когда они на лошадках оказываются, да, тоже маленькими себя. Они же забыли уже этот период. Они почему не помнят уже Мэри Поппинс? Потому что они выросли. Вот у нас так всегда и происходит. Мы выросли и говорим, а вот я-то в твои годы. Да мы-то в твои годы то же самое делали, только сейчас выпендриваемся. Вы смотрели сверхшарики? Да, я смотрела, очень замечательный мультик. Вот так вот, и вот мне-то хотелось... А смурфики? Смурфик, дай-ка я расскажу немножко про фарк детского периода. Смурфиков не смотрела, честно говоря. Я смотрела. Вот. И у меня-то вот и была задумка, чтобы родители вернуть вот именно в детство, чтобы они вспомнили себя, что они так же безобразничали, стреляли из рогаток в то время, получали двойки. И вот дети, как бы вот, они их вернули. Там была и Мэри Поппинс, там было все, там происходили метаморфозы. Это был такой удивительный. На мой взгляд, для меня, для режиссера, это было самое лучшее. Даже по идее, по смысловой нагрузке. Вот я люблю что-то такое, чтобы это носило смысл. Вот. И было круто. Вот родители потом в конце плакали, они осознавали наконец, что, блин, надо почаще любить своих детей. И дети, их там был некий суд такой, да, где они говорили, что первое там дело, второе, и претензии свои. Не претензии, а вот прямо зачитывали, что вы перестали быть, вы стали скучными, перестали с нами играть, у вас нет никогда на нас времени, а ведь мы-то с вами родом из одной песочницы, и приводили факты. Вот, вот, то, как, и вот они вспоминали потихонечку события, они в этом спектакле, они объединялись. И мне бы, и я надеюсь, что не ушло это, что-то у кого-то в голове, даже из, вот, мы бы делали это в КВЦ Губернском, и если из полного зала хотя бы 20 человек, которые сидели, задумались над этим, и потом что-то улучшилось в отношениях с ребенком, я думаю, это уже было не зря. И, кстати, перерыв между этими двумя спектаклями был всего полгода. То есть мы за год сделали два... Разве полгода? Полгода. А, это 12-й год был? Нет. Полгода был перерыв. В октябре Крылатов, а в июне уже парк детского периода. Да. Ну, в общем, я что-то уже, значит, забыла. Да, мы все вызывали, и непонятно. За год успели сделать два таких масштабных проекта. Ничего себе. Вот, и с тех пор у нас появилась задумка каждый год привозить к Кострому какого-то композитора. И знакомить с творчеством его абсолютно всех ребят, и родителей, и, наверное, музыкальных руководителей. Вот, второй у нас был, это Варламов Андрей Аркадьевич, это было этой осенью. К сожалению, тоже был концерт подготовлен быстро. Два сценария тут менялась по объективным причинам. Но почему быстро? Почему мы Крылатового, например, парка детского периода готовились гораздо сложнее? Потому что мы не могли, мы были в Москве на проекте, и приехали уже вот как раз. Ну, все успели. И почему-то, что удивительно, вот самый простой, вроде незамысловатый сюжет, зритель понимает больше. Значит, где-то, где-то я что-то недодумываю, понимаете? На мой взгляд, кажется, ну, что там такое, ну, ничего особенного. Нет, а зрителю это понятнее, нежели там что-то вот психологическое, сложное такое. А как вообще происходит процесс написания сценария? Вы в одиночестве садитесь ночью, вы от всех закрываетесь, или вот со всеми ребятами? Да, нет. Для нас это, например, тайна, как создается сценарий. Они у нас уже появляются готовые. Для нас. Я уже... И печатает Светлана Сергеевна, наш руководитель. Почему? Да, нет, сценарий на самом деле тяжело появляются. Тяжело не потому, что у меня что-то не придумывается, а потому что вроде что-то придумывается. Ложишься спать, у тебя раз-раз мысль повезла, думаешь, все это, это круто. Утром встаешь, думаешь, ничего не круто. Уже не нравится. Понимаете, сначала пишешь, потому что просто... И я, вот для меня очень сложно, но это уже мои как бы тараканы в голове, да, найти именно то. Но когда я понимаю, а, вот это строчка, это то, вот это то, я это и запишу. А вообще нет, я сначала вижу, я должна увидеть этот сценарий от и до. То есть, вот когда я себе это представила, когда я это все увидела, только тогда сажусь и пишу. И тоже возникают сложности, потому что нужно это изложить правильно, чтобы это было лаконично и в то же время понятно. Правильно, Алиса? А на самом деле я уже, мы смеялись над этой шуткой, я говорю, кто там, не то, ну, яблоко-то на голову упало. Я говорю, я говорю, а кому? Ну, кому вроде как. Ну, это ты еще просто в школе не училась, Алиса. На самом деле падала. Я хочу, как говорю, сейчас говорю, обязательно скажу, что я ложусь спать, и муж мне кидают яблоки на голову. Если что-то не получается. Кто кидает яблоки-то? Дядя Сережа. Это секрет. Да, это мой секрет, который только что раскрыли. Это секрет для маленьких компаний. Я расскажу маме. Маме можешь. Посмотрела я в интернете пару ваших, ну, концертов этой, я считаю, да, театральные постановки, которые были, снимались на одной из наших телекомпаний, Костромских. Хоть маленькие такие 10-минутные ролики. Вот. И меня заинтересовал вопрос по костюмам. Откуда? Потому что костюмы шикарные. Нам шили их. Кто? Это мамы делают? Да. Да. Серьезно? Серьезно. У нас есть мама, которая это все делает. И все, да, Таня Смирнова и мама. Остальные мамы помогают. Да, и помогают все. То есть вот у нас идет занятие, например, по последнему концерту, да, нужно было там лягушатам что-то там приделать, какие-то эти, значит, у нас мамы сидели прямо не отходя от этого. Жили уже в студии. Сидели, шили, что-то клеили, что-то делали. Ну, а что? Я говорю, а по-другому мы просто не выжили. Мы не муниципальные, к сожалению, люди на данный момент уже год как. То есть вообще непонятно, что и где. Поэтому нам сложно. И нам помогают родители. Без них, конечно, мы бы не продержались. А идея костюма, она просто обговаривается. Да, и само собой. Это тоже мучительный процесс. Тем более, понимаете, это сложно очень. Сейчас, например, если ты едешь в Москву, всегда разница. Здесь ты можешь шить костюм. А вот если ты едешь в Москву на какой-то там, ого-го, какой конкурс, там уже вышитые костюмы не приветствуются. Там нужно что-то покупное и какой-то брендовое. И обязательно стиль. Поэтому мы всегда следим. Сильно вот такое красивое, если ты едешь на конкурс в Москву. Ну. Сильно красиво и себя там хорошо ищет. Да, конечно, Алиса. И там, кстати, детей вот не красят. Не красят. Совсем чуть-чуть. И все время за это ругают. А у нас, наоборот, принято оп-оп намалевать. То есть там нет, там такого нет. Там все довольно-таки скромно. И вот уличный стиль, джинсики, что-то такое стильное. Вот это вот хорошо. Я говорю, мы даже когда были на проекте, вот на нашем выходе, Алинка пела, вот в белом платье нам, как раз Елена, да? Елена, ну, наша мама. Я поучаствую. Елена Владимировна. Елена Владимировна. Вот, Елена Владимировна шила это платье абсолютно из дешевой... Кали. Да. Как она называется? Вуали. Вот. Обычно там переодевали всех, и кто-то пел в каких-то этих, а нас оставили. Вот. Я так говорю к тому, что ну сколько у нас мамы молодцы. Выпустили даже. У вас получается, ну, какая-то уже маленькая семья. Ну да, да, мы и деремся, скажем, обычная семья. У нас бывает всякое. Мы и ссоримся, и спорим, и там... И волшебная туфелька у меня есть, да, Лис? Расскажите вот про волшебную мою туфельку. Туфелька волшебная, Светлана Сергеевна, на ноге сначала. А потом, кто себя плохо ведет, на ноге сначала, а кто потом плохо ведет, она сразу говорит, а кому пол будет дать моей волшебной туфельке? И что, вы начинаете сразу бояться и успокаиваетесь? Да. Я боюсь вообще, когда мне... Слушай, я буду теперь знать хоть. А то у меня такое ощущение создается, что вы даже мою волшебную туфельку не боитесь. Я не боюсь. Да понятно. А туфелька-то она какая? Как у Золушки, что ли? Не, другая, белая вся. Белая вся? Да. Так же. Идет вот такой вот носик, только белый. И чуть-чуть ковыли. Как вы видите, даже на низких каблуках. Бывает все, даже волшебные туфельки. С каблучком. Это уже мы перешли к вопросу о традициях. То есть есть волшебный поцелуй? Это легенда. Волшебная туфелька. Волшебная туфелька. Что еще у вас? Моя тяжелая сумка Натали Юрьевны. Да, да, да. Волшебная тоже. Волшебная тоже, да. Так. Но то, что это прилетит, это все легенды. И мы придумываем. Все думают, что когда-нибудь да прилетит. Мы придумываем все, потому что мы планеты фантазеров все-таки студия. Конечно. Мы придумываем даже, как себя назвать. Да. Вот, например, у меня же тоже есть другое имя, правильно? А как меня зовут? Диана. Ну-ка. Удивите нас. Вспомните. Диана. Ты забыла, как меня зовут? Светлана Сергеевна. Ну, это я сейчас, Светлана Сергеевна. А если бы я одела другой свой костюм, как бы меня звали? Света. Эх вы. Мы все время с вами, когда играли в любимый фрукт, я что вам говорила? Я как вам говорила? Я что, себя Светланой Сергеевной называла? Вы что, забыли мое имя? Эх вы фантазеры. Значит, мы давно не фантазировали. Капризуля Барбарисовна. Да. Капризуля Барбарисовна и Бусинка Бусин, Наталья Юрьевна. Вот-вот. А еще у нас есть Снежинка, Волшебница, Кисточка, Капелька и еще куча-куча. Ролон. Ролон, Непоседа. Да, много? Аня, а у тебя какое имя? Волшебница. А, ну, ну, это... Я по-первыхому спектаклю. Ну, вообще, вообще, мне кажется, что больше она все-таки, это... А, ну, у тебя же еще колдунья, Алина, поэтому ты, определись, Ань, мне кажется, на колдунью ты больше похожа, чем на колдунья. Не знаю, сомнительный комплимент. Чувашка, Алина, колдунья. Зато малышам можно сказать, вот, придет, Алина, колдунья. Нет, потому что, например, добрый персонаж, вот мне кажется, когда он совсем добрый, он, вот Снегурочка, она даже плохой не может побыть. А вредный персонаж, как Баба Яга, у него есть где разгуляться, понимаете? Я могу и повредничать, но и хорошей побыть. А Кащей Бессмертный, это вообще красавец мужчина. А вы знаете что? Я смотрела такой мультик, вот. Говори быстрее. Где Кащей Бессмертный хочет выйти за... Жениться. Жениться хочет за девочку прекрасную. Потом она сказала нет, и он ее посадил, можно сказать... Можно сказать, посадил. И она выросла. И она выросла. В свою какую-то... Вот мораль всей басни такой. В свою пещерку. Ну, темницу. Темницу. Вот. Видишь, как Кащеям отказывать. Мужчинам иногда отказывать. Прежде чем отказать, нужно 20 раз подумать, чтобы это сделать корректно. Они нет. Наши 4 человека. Советую 5. А мальчики у вас есть? Да, есть, конечно. А что с ними? Где они сейчас? Нету их сейчас. А где они у нас? Отдыхают на каникулах. Отдыхают. Тома отдыхает, все отдыхают. Одни девчонки ходят на занятия и поют. Да. Поэтому они такие уставшие, потому что они у нас занятия не пропускают. А мальчишки решили оторваться. А мальчишки, да. И мы им это позволяем, потому что их мало, понимаете. Мальчики, это святое. Иди. Спасибо. Ну все, у нас здесь что-то подустали. Сворачиваемся потихонечку, да? Да. Итак, закрывается наша открытая студия на сегодня. Чуть позже сюда придет Ксюша Шара и тоже что-то интересное нам расскажет. А пока у меня все. Всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok